Добрый день, с вами Кочевник, мы смотрим очередную игру группового этапа, группы B, а точнее Big Winter Tournament от русского сообщества Rise of the Witch King. Сегодня мы будем смотреть с вами игру Дэймона против Готфадра, итак, давайте уже приступим, я думаю, приступим, оценим и заценим. Первая карта Маунт Грамма. Готфадр показал себя как очень рукостый товарищ, победив всех, кого только встретил на данный момент. Ух, какой рукостый, ух, какой опасный. Не знаю, не знаю, но, по крайней мере, мне кажется, что он уже гарантировал себе выход из группы. Хм, хотя это еще можно посмотреть, или оценить, заценить. Ну, не суть, собственно, важна. Итак, вот она наша карта, он тут рядом Голом тусуется сразу. Слева, сверху, зеленый эльф Дэймон, который открывается сразу через ранний барак. Справа, снизу, у нас рыжий Готфада Ангмар, люблю Ангмар, люблю смотреть Ангмар. Кстати, тут не открывается через ранний барак. Так, быстренько оценим карту справа, по центру, соответственно, в этом ущелье, так сказать. Справа, сверху, башенка, дальше ина. Слева, снизу, такая же фигня, башенка ина. Больше, собственно, ничего, широкие проходы, масса всего интересного, веселье. Ранний барак эльф уже почти открылся, ставится второе дерево. Здесь у нас только сейчас возводится барак от... Причем как-то сзади, как-то, не знаю, по-моему, спереди лучше. Ну ладно, не суть. Барак от Готфадера. Дэймон уже заказал мечников, видимо, он добежит раньше, сильно раньше, чем будет построен первый трал. Не знаю, что хочет придумать Дэймон. Дэймон, вроде, тоже товарищ шелкастер, правда, его игры мы не видели, потому что его игры освещались другими кастерами турнира. Как известно, я один из многих. Один из многих. Вон о вас, вон о вас. Да, что-то в этом роде. Но, может быть, один из многих, но первый из равных. А, как сказал, господи, как я собой доволен, вы себе не представляете, какой я молодец. Первый скот мечников побежал вместе с строителем, видимо, будет вешаться зеркало Галдриэль куда-нибудь сюда с башенкой, в смысле, с гереческой статуей. Заказан трал, уже вышел, первые гундабанские орки побежали, второй трал на выходе, но эльф уже здесь. Строитель, вот я не могу, это мисклик или все-таки специально? Ой-ой-ой, по-моему, это все-таки мисклик, потому что сейчас строитель разворачивается, понимает, что сейчас ему будет больно гундабанские орки. Давайте посмотрим. Ангмар взял полтинник, тоже самое взял эльф. Небольшой... Ну, начинается драка. Не очень удобно эльф стоит. Начинается драка, полтинник кидается на эльфа, подтягивается второй гундабанский орк. Здесь эльфу даже с полтинником делать особо и нечего, но он, тем не менее, пытается раздолбать первую милку. Идет подкреп от эльфа, это лучники лориена. Заказывается копья, здесь продолжается драка. Два гундабанса против эльфа. Будет ли забран милка? Стоит ли вообще... Кстати, потрачить полтинника на гундабансов? Ну-ка. Нет. На лол хп милка выживает, и два отряда, полтора отряда гундабансов идут вперед. Мечники, ну, лучники, которые стояли здесь, драпают. Куда делся строитель? Нет, все-таки он здесь. То есть, ощущение, что все-таки это был мисклик, судя по всему, у строителя. А строителя он отправил и забыл про него. Будет ли заказано что-то еще? Гундабанса добегают. Два до гундабанса добегают до базы Дэймона. Еще... О-о-о-о! Уже построена троллятня, да. И волчьи всадники бегут обижать эльфа. Минус одни гундабанса есть. Было бы прикольно, если бы, когда оставался один товарищ, его можно было бы перезаказать подразделение. Ну, это-то такое. Лучники могут получить сейчас от конницы очень серьезно. С хвостиком задевает конница. Немножко теряется на обстреле. Здесь гундабанцы продолжают бегать, попытки найти, чтобы похарасить. Эльф наполовину жив. Все-таки конница гундабана не самая... Конница гундабана. Хотя, в принципе, да. Гундабанские орки на волках. В принципе, не самый эффективный юнит. Тем не менее, здесь стоит дерево. Вторые лучники выходят из барака. Дерево не добивается. Здесь дерево-таки сносится. Строители прячутся в стене. Лучники бегут разбираться с гундабанскими орками. Волчи-всадники вышибают еще... Еще немного закладывается зеркало Гадриэль. Копи ловят всадников. О, красота! Знаете, что произошло? Они поймали тралмастера. Они поймали тралмастера. Талмастер развернулся спиной. То есть, подразделение волков. Волчи-всадников развернулся спиной. И тралмастер умер, уронив весь скот. Очень обидная потеря. Ну, кстати, прикольная механика. То есть, если умер тралмастер, умирает отряд, даже если он полный. Волки-топористы-гундабанцы. Сверху там еще одни гундабанцы, восстановившиеся, немножко бегут куда-то там в сторону. До сих пор не понимаю, какой смысл в сносе этой скалы. Ну, ладно. Ну, просто интересно. Дома два лучника, копья у эльфа. В принципе, эльф отбился, вторые копья выходят. Зеркало, если что, есть. Надо продвигаться, тем не менее, вперед, потому что экономику надо таки отжирать. Какие-то пробитые гундабанцы. Непонятно. Ну, допустим, еще орки. Много-много орков. Ну, да, стадия орды тут, конечно, еще не скоро, но все равно прикольно. Что заказано? Еще одни волки заказаны вольфпаки. Выходит еще один тралмастер. Или не выходит, выходит. Сколько-то бансы. Эльф подтягивается. Давайте посмотрим, что у нас по очкам. 350 лимит максимального 324 фактического и почти откатившийся полтинник. Здесь тоже почти откативший полтинник, но лимитов физически меньше, зато базовый больше. Ну и качество лимита, конечно, вольфы лучше. Второй барак ставится. Надо бы хорошему развивать экономику. Ангмарис что-то задупил, мне кажется. Мог развить экономику, но потратился сильно, вложился в войска. Потеря кавалерии довольно значительный урон принесла. 500 рублей на дороге не валяются. Знаете ли. Вешается полтинник на почти все подразделения Ангмара. Врывается. В Ёжика встают два подразделения. Хорошо встают, кстати. Плохо. Здесь получше. Густанцу забыли поставить. Лучники раздают. Гудабанцы падают. Топористы пытаются вышибить лориен. Лориен попадает под раздачу волков. Сложный вопрос. Мне кажется, что эльф падает. Да, эльф постепенно падает. Топористы живы, волки живы. Да, разваливается здесь эльф. Но урон он на него значительный. Так что вот этот потрат, конечно, в атаку куда не пойдет. Учите нас, по крайней мере. Еще сквот эльфов копья и луки. Экономика. Да, потери сейчас значительнее потерпел эльф. Но и орк. Не могу сказать, что... В смысле Ангмарис не могу сказать, что цел. Хотя, вообще говоря, у него довольно много, получается, выжило. Кралмастер с орками вроде один выжил, да? Не два. Тоже неплохо. Остается еще одна кавалерия вместе с оставшимися волками. Идется в обход. Слева приходят еще одни орки для харасса. Бросается на них отряд из копий и луков. Еще один отряд луков уходит вправо. Нужно больше мяса богу мяса. Больше мяса богу мяса нет. Два волка. Два волка. Два волка. И усадники прибегают в тыл эльфийской базе. Может быть, сейчас очень неприятные, может быть, потери экономики. Вот эта драка, мне кажется, не на стороне, не в кассу. Ангмарцу, хотя потеря дерева все-таки будет. Перестреливается, да, уходит. Ты понимаешь, что, в общем, как-то больно здесь уходит. Ангмарец. Стенку спасается. Строитель дома у Ангмара. Ждет, пока Ангмарец, пока отстроится у него немножко орки. Восстанавливается. Милка. Будет ли грейд? Грейда нет. Второго нет. Разжирается постепенно на экономику, Ангмарец. Все правильно делает. 475. 392 фактически. Против 475. 300 фактически. Полтинники у обоих еще какое-то время не будет. Кстати, а по очкам, простите, 4 на 2. Орк-таки убил более... Более... Более лучше одеваться, да. Более много убил, Ангмарец. 3 склада копий, плюс 2 склада лучников. Против фрадурских копий. Орков и некоторого количества... Кстати, обсадники еще живы. Некоторое количество волков. 3x пака волков, кстати, довольно много. Там еще в спине тусуется отряд. Который в любой момент может атаковать. Дома отстраиваются еще луки, еще копья. Надо как-то, не знаю, в лынсы что-то переходить. Я не уверен, но мне кажется, стоит того. Стоит того. Нет. Может быть, я не прав. Начинается какая-то невероятная драка. Ангмарец весь стоит здесь. Ну, по-хорошему, надо завязывать копии и пробивать. То так можно полчаса стоять и потерять всю экономику. Руадурцы еще... Нет, топористы еще убегают. Ловится отряд копий, который там что-то увлекся. Здесь тоже ловятся заныкавшиеся гудабанцы. Не убивают целиком, но прогоняются. Выходит еще сквот копий, еще сквот лука у эльфа. О, ребята. Тяжело, тяжело, тяжело. Ангмарец защищает отряд копий и передвигается, чтобы убить основную армию. Два отряда копий. Тут спасается строитель. Два отряда копий и два лука. Тут, в общем, можно попробовать их убить. Я бы сказал, что надежно. Они умрут. Но если подтянется эльфийское подкрепление, много никому не покажется. Может быть, герой какой-нибудь появится. Я не знаю. Да, догоняет. Кидается полтинник на весь ангмар. Догоняет эльф. Фу, догоняет ангмарец эльфа. Ставится башня. А башня с лидерством пока еще не готова. Под деревом начинается совершенно непонятная драка. Ставится в пузу. Все, кто только могут. Вешается полтинник. Практически все эльфы иску армию. Отменяется. Отменяется хороший ветер, который, видимо, только что взял ангмарец. Но копия встает в пузу. И в целом ситуация не совсем понятная. Для меня эльфы отрабатывают. Дерево прокидывается. Очень много времени потратил ангмарец на убийство дерева. Ставится башня за спиной. Барсона отступает. Слишком больно. Да, слишком больно ангмарец отступает. Потерял практически всех волков. Практически все мясо. Не зафокусил. Ветер был неплохой, но не помог. Пять очков у эльфа. Не знаю, что он возьмет. На 351 на 424. По экономике также в преимуществе эльф. В центре драк он выиграл. Волчи-всадники, в общем-то, живы. Руадурцы еще подстраиваются. Еще гундабанцы. Второй барак поставлен. Будет ли грейд на первый барак? Нет, не будет. Обидно. Тут бы, кстати, уже пригодились бы номинорские. Все еще полтинник работает на эльфа. Закончился. И лучники косячат не до контроля. Лучники с лицом принимают весь удар. Зачем-то докатывается еще один сквот. Очень неприятная сейчас была ситуация. Недоконтроль жесткий. Вот этот вообще отряд непонятно вешается в лечение. Эльфы продолжают раздавать. Подбегает. Ну, ребят, ну вот как бы надо было... Да, просто какое-то время стояли просто так в стенсе. У нас копия. В итоге эльфийские лучники еще много потеряли. Но еще дополнительно сквот может ситуацию выправить. Тем не менее топористы отрабатывают. Руадурцы отрабатывают. Эльф отходит на центр. Здесь у нас попытка забежать. Я не уверен, убито было дерево или нет. Скорее всего было убито. Грейд пошел. О, ребята. Пошел Грейд. Одного из бараков тут строится. Копия, значит, будут сейчас Миркутцы. Миркутцы, это уже серьезно. Ну, деньги есть, почему бы нет. Тут уже герой есть. У нас Хвалдар вышел. Хвалдар вышел только что. К драке не успел. Но он зато раздает блаф. Раздает он, точнее, лидершип. 33% на защиту, оборону и всякое такое. Давайте даже на него посмотрим. На Хвалдар. Хвалдар хороший герой. Сразу раздает. И главное, 50% рост экспы. 33 дамага, 33 обороны. Это 50% рост экспы. Для руадуров, хиллманов и топористов. То есть, не орков. Это действительно значительный прирост. На самом деле. Тем более, что это постоянно работает. Отстройка. Да, Миркутцы 1 уже заказаны. Под колодцем стоит Тельфистская армия. Ой, умирает Голум. Они нашли нас случайно. В общем, скорее всего, Голум через атаку отправлен. И занимается башня на севере, на юге. Башня занята уже ангмаром. Здесь копию делывают роли и пытаются занять им. Ну, дальше что у нас? Миркутцы еще не готовы. Но армия уже куда-то двигается. Можно, конечно, по приколу занять колечко. Без вопросов. Занимается башня. Два отряда. Копья и луки идут на юг. Еще несколько отрядов идет на север. Миркутцы первые вышли. Суровое, суровое дело. Волки напарываются на копья. Не самая удачная ситуация для волков, мне кажется. Хотя нет, они разжирают. Нормально пробит отряд копья, они разжирают. Тем не менее, копья еще умудряются какое-то золотишко собрать. Здесь перезанимается южная башня. Армия ангмара. Ну вот, не совсем понятно, встретятся ли они или нет. Но сейчас может быть очень суровая зачистка, если эльф сейчас не развернется. Эльф разворачивается в слишком малом количестве войск. Нет, разворачивается всеми. Полтинник кидается на всю армию ангвара. Дерево упадает просто моментально. Не хватает здесь мяса. Миркутцы пытаются раздавать. Башня крепость тоже раздает. Забегалите, забегалите. Очень много здесь ангмаркса. Миркутцы страдают. Топористы их сносят. Минус барак, скорее всего, будет. Может быть, даже минус оба барака. Это серьезная совершенно проблема для... У нас еще дерево. Серьезная может быть проблема для эльфа. Нет, вышибается не грейженный барак. Кидается 50 на эльфа. Будет ли забит барак Грейжен. Если будет забит барак Грейжен с Миркутом, это будет очень хорошее подспорье для ангвара. Да, минус барак с Миркутом. Копи пытается спасти лучников от волков. Вышел ли отряд Миркутцев? Вышел отряд Миркутцев. Стейблс уже заложены. Сейчас выйдут первые лэнсы от эльфа. Драку в итоге минус вся гапша. Хвалдар уходит нафиг отсюда. Полуживой. Сколько у него там? Не полуживой там. Нажмись ты, господи, что такое? Третьего уровня, в принципе, неплохо, неплохо, неплохо. Бригандарш получает ресурсы за харась, харась. Выходит первая лэнса. Здесь уже отстроены у нас орки, волки, руадурцы. Колечко таки забрал у нас ангмарец. Он теперь весь окольцованный по самой неболуще. Три барака. Три барака у ангмара. Грейт бараков пошел. Первого барака. Значит, скоро будут у нас, скорее всего, Блэк Рейнджерс. Потому что понимает... Так, ну это зачистка не очень удачная. Понимает прекрасно ангмарец, что... Числили, если тут Миркутцы, то топористов смысла держать нет. Потому что они работать не будут очень быстро. Надо Блэк Рейнджеру койти в черный номинор в качестве мяса. Ну, хотя Блэк Рейнджеров два барака восстановлены. Уже грейда пока нет. Восстанавливается численность армии. Начинается замес здесь. Посмотрим, что у нас здесь. О, призыв суммонорки уже взят ангмарцам. У эльфа пять очков. Он пока ничего не берет. Видимо, ждет десяточки. А по экономике 625 у эльфа. Против 725. И лимиты в полтора раза выше у ангмара. Экономика и... Вообще все хорошо. Выходит, кто у нас? Маргомир. Маргомир вышел. Значит, это все-таки будут номинорцы, я надеюсь. Нет, заметьте. Это все-таки грейд в Блэк Рейнджеров. Вообще говоря, смысла брать Маргомира без номинора особо нет. Потому что он полезен. В первую очередь, Дарк Лори у него хорошая вещь. Но хотя, с другой стороны, сам по себе тоже ничего. И пока Дарк Лори доживешь. Ну, хорошо, допустим. Маргомир просто хорош в связке с черными номинорцами. Грейд пошел. Наконец-то. Только сейчас будет Грейд. Вышла Арвин. Не самый очевидный выбор для войны с Ангмаром. Но, допустим. Выходит Арвин. Вообще, бодание уже становится довольно серьезным. Сейчас только можно будет заказывать Миркут. Ланцы идут в Харась. Видя, что передавливают здесь башню. Не дают волкам занять. Интересная мысль. Сносится сразу дерево. Чтобы волки не убили это дерево. Отменяется. Довольно большая армия Ангмара заходит в север. И что, второй раз минус барак? Физг армии все на юге. Господи. Какая беда. Вешается полтинник на ангмарскую армию. Беда. Минус барак. Причем опять минус грейжный барак. Очень обидно. Очень сейчас должно быть обидно. Эльфу. Будет ли он разворачиваться? Нет. Он предпочитает плюнуть на это дело. Потому что бараки он не защитит. Поставит здесь башню у крепости. Чтобы крепость не рухнула. Плюет на бараки. И просто идет убивать. Вместе с Арвин. Арвин пешочком и первого уровня. Попытка забрать. Сделает то же самое с ангмарцем. Маргомир хреначит по кавалерии. Минус оба барака. И ангмарец разворачивается. Немножко подставляясь под лорианских лучников. Башни. Я даже сказал не немножко. Хорошо раскидывается армия эльфа. Пытаясь хорасить везде где только можно. Милка минус милка. Минус две. Минус барак точно. Тут уже достаточно много. Полтинник повешенный конечно поможет. Но недолго. Темные рейнджеры уже первые вышли. Раздают неплохо. Забегание кавалерии. Можно снести дарк рейнджеров. Сейчас посмотрим насколько их снесет. Да. Минус спот фактически дарк рейнджеров. Получает по лицу волчьи всадники. Армия ангмара все еще бежит. Все еще далеко. Прогоняется один отряд. Другой отряд убивается. Но это минус милка 100%. Эльф все еще продолжает. Три минус. Три минус. Милки минус. Эльф продолжает свой поход. Вышибает еще одну. Убивает фактически экономику ангмара. Посмотрим сколько ангмара осталось. 625. Перед 549. 575 уже почти сравнялись с экономикой. Призыв форков. Ветер. Отличный ветер. Фактически сейчас вся армия эльфа скорее всего ляжет. Потому что подражающие повели все. Забегание. Кавалерии в попытке как-то починить дело. Закидывается зеленка. Видимо недавно приобретенная. Эльф пытается сопротивляться. Зеленка уже неграмотная. Потому что в пробитую армию. Смысла в этом на самом деле высокого нет. Шансов здесь отбиться не было изначально. Тем не менее. Эльф похарасил. Причем похарасил совсем неплохо. Арвин погибает. Похарасил совсем неплохо эльф. Но. Ситуация. 725. Вангмара. 11 свободных пауэрсов. Против 575 у эльфа. И 4 свободных пауэрса. При этом зеленка уже заюзана. Такое. Кавалерия выходит вперед. Восстанавливаются ли бараки? Да. Восстанавливаются бараки. Гринпастер. Еще кавалерия. Надо еще одни бараки. Пробитие бараков очень неприятное. Конечно. Тут 3 башни на крепости. Эльф еще не проиграл. Хочу заметить. Разница не настолько драматическая. А основная часть армии. Агмара представляет собой гапшу. Ну кроме вот этих двух скадов рейнджеров. Молодцы. Молодцы. Вопросов нет. Играют хорошо. Моргомир кстати выжил. Я вот понять не могу. Вроде должен был. Орков многовато. Мне кажется. Надо было рвадурских копий больше. Дамаргомир скорее всего выжил конечно. Я его не вижу почему-то. Вот в этом отношении не совсем удобно. Потому что я не всегда понимаю по карте что там живо и что там нет. Минус Милка. Зачистка территории. Все правильно делает Эльф. То есть у него есть нужное время. Он ставит 3 барака в этот раз. Все правильно делает Эльф. Все начинает развлекать. Просто потому что нужно как-то... Ювелировать преимущество. И не давать Ангомарту сильно уж уйти во что-то такое неприятное. Ставится башня во лбу. Призываются лариенские лучники. Два сквада. Ну скорее всего можно потерять конюшню. Выходят еще Дарк Рейнджеры. Будут ли наконец... Ну тут два барака уже. Кстати интересно что попытка построить троллей вообще отсутствует. А пора бы. Да, минус конюшня. Эльф понимает что у него в общем армии это не особо много. Ничего не делает. Минус барак будет неизвестно. Он не грейженый. Тут вообще грейженый барака по-моему нет еще. Да все первого уровня. Не дает выйти в мир. Ангмар это все правильно на самом деле делает. В спине эльф. Ой. Ну нет нормально. Нормально. В целом нормально. Забегание такое на муве. Норм. Тем не менее три барака живы. А конец это не самый мастхеф сейчас. Еще выход Дарк Рейнджеров. Нужно выходить в мир тут. Что-то милок прям дофига становится. 875 на 636. Полторы тысячи что-то накопилось. 14 очков. 6 очков у эльфа. 550, 458. Конечно разница уже становится драматической. Опять же даже у эльфа купится армия. Вот эту армию надо просто убить. Больше ничего не требуется. Ну с трех бараков можно быстро накопить войска. Да. Ставится еще одна башня что-ли? Не вижу ни черта. Нет. Ставится героическая статуя. Полтинник кидается на всю армию эльфа. И армия эльфа идет. Кидается полтинник на ангмар. Один скот кавалерия застревает. Скорее всего гибнет. О, хорошее. Вот сейчас зеленка отличная. Здесь ангмарь снижет. Ветер здесь не поможет. Потому что весь эльф стоит. Хорошая пози. Призыв. Призыв Руадура. Вот так вот берет. Руадурцев делает. Это Хвалдар дожил, да? Да. Хилманов делает у нас Хвалдар. Тем не менее ситуация не хороша для ангмара на данном этапе. Потому что здесь ему воевать не с чем. Здесь волки что-то затупили. Они доконтролили их. Ангмара могу похарасить. Темные рейнджеры выжили. Это самое главное. Кавалерия, я так понимаю, похоже погибла вся у эльфа. Да, сбегание волков в спину. Эльфу надо разворачиваться. Спасение подразделения. Здесь еще два. Построено. О, Дарк Фаундри и строятся катапульты. Вот это уже может быть серьезным голосом в сторону победы ангмара. Остается третий барак. Еще Дарк Рейнджеры. Темных Нуменорцев не будет. Ну и хрен с ними. Да люблю я темных Нуменорцев. Плеваю. Минус третье дерево. Дерево третьего уровня терять, конечно, обидно. Но ничего не сделаешь. Потеряет. Да, потерял дерево третьего уровня. Это очень неприятно. Это раскачанная экономика. Аж две башни. Греха подальше. По сути, в лоб-то уже эльфы пробить будет сложно. Но башни башнями, а катапульта катапульта. Первая катапульта на троллях вышла. Обожаю катапульт на салазках. Особенно прикольно она смотрится на летней карте. Бедные. Попробуйте на салазках что-нибудь утащить. Арвин удирает от волков. Восстановленная третьего уровня. Арвин в целом ничего. Но до... Да, далеко еще до ульты. Совсем неплохо чувствует себя. Ангмарец, я бы сказал, очень хорошо. Слушайте, неужели Маргомир умер, а я и не заметил. Не, такое могло... А, не, вон он, вон он. Все, они проскучкуются, поэтому черта не видеть. Большая армия, большая армия. Две катапульты, даже без грейдов. Прекрасно себя чувствует. Большая армия. Ковши просто огромная. Эльфу вообще я бы не помешал... О, Блайт. Блайт берет у нас. Могмарец. Эльфу бы не помешал Клаудбрейк, но до него он, я боюсь, не доживет. Выход на север. Относительно малочисленная армия. Эльфа. Надо уходить. Надо уходить, уходить, уходить. Да, надо понимать, что здесь происходит. Надо просто отступать. Больше ты чувствуешь катапульту. О, здесь уже довольно много Дарк Рейнджеров. Надо уходить под башни и попытаться драться под башнями. Вообще, по-хорошему, надо здесь сразу подозвонить башню. Так, Мирквудса, наконец, строится. Пятый раз пытается уже построить Мирквудсов. Драка под бафом. Есть ли у эльфа зеленка? У эльфа зеленки пока нет. Хороший ветер. К сожалению, минус армия эльфа. Это 1-0, скорее всего, ребят. С катапультами уже, к сожалению, сделать ничего эльф не сможет. При всем желании. Деймар молодец, показал хорошую игру. Хороший... Нет, не зайдет. Ну как, полтора сквода минус Дарк Рейнджеров. Неплохо. Сюда бы зашло лучше. С какой стороны капшаны. Эльф дерется до последнего. Тут еще строитель левый попался. Минус строитель. Арвен спасается. Ну, такая себе новость. И Мирквудса, конечно, это прикольно. Но их мало. Куда Арвен лезет? Куда она полезна? Уходи. Тебе качать надо, ты ливаешь. Не нафиг. Заказываются лучники, заказываются копья. Проблема вот в этих ребятах. Тут, конечно, уже затупил что-то. Да, это потеря-потерь, скорее всего. Надо отменять здесь призы лучников. Они не выйдут, скорее всего, не успеют. Или успеют. Хотя, может, успеют, если Ильангмарец еще потупит 2 секунды. Еще Дарк Рейнджеры. Арвен все еще жива. Третий уровень. Сносятся башни неудобные для Ильмара. Мирквудса неплохо раздают. А ты догадался взять... Нет, не догадался. Стрелу ты потратил. Я бы Форсайт взял, на самом деле. На такой этап. Потому что ему нужно, чтобы лучники наносили максимум дамага. Вешается Блайт. О, заливочка. Да, серьезно. Блайт прям в базу Эльфа. Минус барак сейчас будет. И по ходу экономики не хватает, чтобы заказывать нормально. Арм 4 уровня все еще недостаточно. Стрелы раздаю. Призыв еще. Может попробовать сюда аж зеленку залить. Но это же не поможет. Да, ребят. Это ДГ. Эльф молодец. Эльф молодец. Дрался Дэймон. Дэймон дрался очень серьезно. Но, видите, не получилось. В этот раз не получилось. Что поделать? Блайт закончен. Заливочка тут немножко другая все-таки. Это не Фрозенленд. Да, сдается Дэймон. 1-0. Поздравляем. Готфадера. Молодец. Показал себя мощным игроком. Опять же, Дэймон довольно неплохо играл. И единственный, конечно, косяк это вот... Ну, точнее, не косяк даже, а то, что так вышло, да. Можно так сказать. Он проиграл драку за свои собственные бараки. Дважды потерял бараки. Дважды не смог выйти в Миркутсов. И в итоге, когда пришла большая жирная армия Агбара, Эльфу просто ничего было противопоставить. Ну, а мы тогда смотрим вторую игру. Счет 1-0. Дэймон против товарища Готфадера. На карте Рохан 2. Тоже не самая часто появляющаяся у нас игра. Мне кажется, что будет интересно. Это, по крайней мере, знаете, как это называется? Игра явно не в одну калитку. То есть, довольно серьезное сопротивление оказывает Дэймон. Давайте посмотрим. И так, у нас прогрузилась карта. И мы смотрим слева сверху. У нас фиолетовый Эльф Готфада. Справа снизу зеленый Изенгард Дэймон. Дэймон, Дэймон. Тут у нас, соответственно, Инна. На логовый Ша. И на логовый Ша. Вроде бы больше ничего, насколько я помню. Да, вроде больше ничего. Карта не очень ровная. Центральный проход большой. Остальные проходы достаточно узненькие. Посмотрим, через что ребята будут выходить. В общем, по-моему, нормальный барак поставлен Готфадером. Ранний барак поставлен Дэймоном. Видимо, он собирается опять попытаться пушить с пехоты. Прошу прощения, водички отпил. Горло пересохло немножечко. Пока болтал, трындел. Отменяется. Кажись, это был мисклик. Как-то странно сейчас это выглядело. Ну ладно. А, не хватало денег на заказ. Слышал, что сначала надо заказать у Рукая. Потом уже все остальное. Три дерева уже есть у Эльфа. Заказана пехота. Но в итоге из-за этого правтыкания... Да, что-то как-то... Какой-то правтык был у Дэймона сейчас. И в итоге у него мечник, на самом деле, не успеет. К тому моменту, когда должен был. То есть, ранний барак не сыграет. Там уже будут эльфийские мечники. Бежит вперед строитель Изенгарда. Это разведка такая. Это очень странно сейчас было. Ну ладно, допустим. Бегут у Рукая. Знаю, что там уже эльфийское подразделение. Заказываются у нас арбалеты. Да, арбалеты заказываются. Так. Триста. Четыреста уже у обоих полтинники. У эльфа уже больше экономика. Кидается полтинник на обе стороны. Ну тут лучники сейчас выйдут. Что-то как-то непонятно мне, что происходит. Но как-то Дэймон завтыкал начало очень сильно. Очень сильно повтыкал. Попытка забрать дерево. Ну забрал это дерево. Ты что, у Рукая на дерево будешь менять? Вешаются щиты и уходятся. Да просто бегом уходим. Да, все. Драпается оттуда к чертовой матери. Меняется спасенный. Зачем? Зачем, Карл? Просто уходя оттуда. Арбалеты стоят. Заказаны еще мечники у Рукхая. Я вот сейчас этого момента не понял. Как-то вот так вообще, что Дэймон то ли потерялся, то ли как-то провтыкал. Очень странный момент. Варги немножко погрызут сейчас эльфа. Возможно, да. Так, фигурку две. Фигурку. Идут навстречу арбалеты. Здесь у нас уже два склада лучников лариэнских. Строится копья. Еще Рукхая готовая. Арбалеты в итоге лицом принимают мечи. Очень классные. Да нет, тут не так много эльфов. Просто фигурки теряются. 104 из 350 на 120 из 400. Экономика все еще лучше эльфа. Правда, у эльфа юниты золотые. Но с другой стороны, надо заметить, да, остается конница. Надо заметить, что у Эзенгарда тоже юниты нифига не дешевые. Поэтому тут, в общем, ситуация такая. Варгавятня ставится от Эзенгарда. Будут всадники. Но там уже копья есть. Ты должен понимать, что там копья, скорее всего, уже есть. Ну, в итоге, практически синхронное постановление. Единственное, что, конечно, варгам надо еще дожить до всадников. Уничтожается лаера с варгами. Забирается золотишко. Вот этот пуш вообще левый. Два склада арбалетов при одном Рукхая. Под базовый эльф. Ну, что ты спалишь? Да, ну, ты спалишь эту конницу. Надо уходить. Просто уходить. Разворачиваться, уходить. Ну, и нужно делать фалангу. Да, фаланга делается. Отлично. Грейт на варгавсадников делается. Мечники лечатся. Сейчас выйдут... Да, выйдут конницы, эльфийские ланцы. Выходит вперед у нас Гатфада. Так, ну что, фаланга готова. Ставится в наглое дерево, просто в упор. Еще фаланга. Грейт еще не наделан. Бегут ланцы. Прижимается. Прижимается дейминг к базе. Не очень удобная ситуация. Так, попытка арбалетов что-то сделать. Забегание пехоты. Ставится ежиком. Опа, хорошо. Не спешит, не спешит. Да, нашел место, где атаковать Гатфа. Да, атаковал. Эльфийских войск только больше. Вешается полтинник на Изенгард. Полтинник эльфа пока еще на месте. Вот полтинник эльфа. Не очень приятная ситуация. Еще фаланга, арбалеты, в общем-то, все умерли. И ланцы бегут в Харас. Спинус бегает. Нет, Харас все-таки. Пока тут воюют. Эльф ставит башенку за свою героическую статую. Зачем ты две-то фаланги отправил? Там одна лошадь. Вот эти вот недоконтроля и мискрики серьезные, ребята. Минус Фурнака. Будет ли заказано? Не будет лишь время заказано. Марка-всадник. Ну, это полное, тотальное превосходство сейчас будет у эльфа, ребят. Арбалеты уходят. Экономики не хватает. У Изенгарда, чтобы отбиваться. Да, тут, в общем, под лидерством сейчас будет стоять эльф. Еще один сквот. Ланцы дома что у нас? Один барак, один... Ооо, вот так вот. Второй уровень решил сделать стейблс эльф и катапультка. Хорошее решение, но проблема в том, что сейчас будут лучники кавалериста, это же совсем беда. Убежала фаланга, видимо, в харась какой-то или, может быть, за чисточку. Сейчас посмотрим. Может быть, за чисточку. Нет, все-таки в харась, я думал, может быть, за инмой и черными орками. Нет, минус еще одна фурнака. Оо, да, фурнака. Ставится в зеркало галдрейль. Первые эльфийские лучники к кани. Канелучники. Канелучники готовы. Варга-вятня фактически стоит бесполезно. И с одного барака пытается отбиться у нас. Изенгарлица, а их тупо копится и выбивает экономику. Да. Миленько, но катапульта тупо не достреливает, к сожалению. Пошел в харась фаланга. Вот этот хороший харась сейчас может быть. Еще одни копья бегут. Минус дерева точно будет. Много здесь конец, много тут эльфов. Армия дорогая. Нет, не достает, не достает. Минус одно дерево разворачивается. Что-то много развернул на одну. Фалангу эльф. Ну ладно. Идет зачистка логовищ пока. Что-то золото и опыт никому еще не повредили. Изенгарлиц пытается развлекать. С них пытается раскачивать. В целом более-менее это получается. Потому что очень много войск сдернул. Зачем-то эльф. Очень. Эти вообще невидимые. Замещать. Немножко попадает под раздачу копий. Слегка, да. Лансы. Вот можно попробовать прижать. Но это не очень вышло. Лансы страдают. Но они под голгрейли. Это вылечится быстро. Наконец-то уходят первые ворк всадники. Тут уже есть копья. Тут вообще все хорошо у эльфов. Просто все хорошо. Остатки уходят. Но минус, я так понимаю, два дерева. Неплохо. 425 у Эзенгарда экономика на 198 и 410. То есть сейчас экономика фактически сравнялась. Единственное, что это состоит в том, что больше пауэрсов. Нет, пауэрсов немножко больше. Но оба могут взять второй скилл. И армия значительно лучше сейчас у эльфа. Как-то надо ее отсюда выдвигать, выбивать. Вот выбивать, конечно, эльфа в лесу, из-под леса, из-под зеркала Галадриэль и лидерства статуи. Я бы такое никого не пожелал. Сносятся. Затупили копья. Сносятся лучники. Надо главное, чтобы они теперь ее затупили. Нет. Лечение кидается. Так что приобретенное, я так понимаю. Да, лечение кидается. Всадники наварок погибают в полном составе. Не уверен, что полуправильный размен. Нет, не выходит. Не выходит в убивание. Не хватает лимита. Потеря всадников, это серьезно, это дорого. Ну, это несколько там, 500, по-моему, стоит стандартно, да. В итоге жертва фаланги, которая пошла и похарасила, уходит на нет. Еще одна фаланга ставится. Всадники продолжают развлекать. Минус еще экономика из-ингарда. То, что кинешь, что куча фаланги, ничего не изменится вдруг. Ну, получается достаточно квеллая такая игра, в которой эльф просто будет медленно выдавливать. 144 на 350 по лимитам, это даже не серьезно. По экономике уже тоже просадочка. О, затупил эльф, потерял склод лонцов, неприятность. Неприятность. Окей, сиджворк ставит. Для катапульта, что ли? Ну, надо там еще грейднуть для катапульта и как на бобей. То есть такой ответ. Интересный ответ, в принципе, разумный. Почему бы нет? Инду будешь перезанимать. Ну, просто грейд нужен для баллиста. Нет, по-хорошему, конечно, можно хоть в винки выйти. И первый энд уже вышел. Ребят, ну это... Подожди, я где-то поставил энтомолвища. А, да прямо здесь поставил энтомолвища. Отлично. Первый энд уже вышел. И, в общем, ну не знаю. По-моему, из-ингарда ловить нечего уже минут пять. Разносится катапульта и просто энд начинает выдалбливать базу. Атаковать эзенгарду просто решительно нечем. Ну, занял ты тут и че. У тебя базу разносит, друг. Да, беда. Еще одно дерево. Эзенгарду пытается че, чей... Бейстрейд? Серьезно? Да, чует задницу, это эльф. И просто строит кучу волхабов. Ну, и возвращается кавалерия. Попытка отбежать, по-моему, не поможет. А, еще я вижу, она в палантир вешается. Неплохо, неплохо. 15% спида, но это не поможет. Найс трай, но эльф понял, что происходит, не увидев армин. Он разворнул конницу вовремя. В общем, он все сделал вовремя, поэтому вряд ли крепость погибнет. Здесь крепость уже погибла. Энд добивает. Бейстрейд неудачный получится. Я... Ну, не 100%, но я практически уверен, что бейстрейд не получится удачно. Эльф добегает, просто все разносятся. Вечением. Все. В сочтении, все, да. 2-0, побеждая победу Готфадера. В очередной раз он доказал, что он может все, что хочет. И когда хочет, и с кем хочет. Значит, поздравляем Готфадера. Теперь, в общем-то, он точно выйдет из группы, и мы его обязательно увидим в плей-офф. Сочувствуем Дэймону, надеемся, что он тоже выйдет из группы. Вроде он такой рукастый, показывал неплохие игры, и, возможно, покажет себя еще. На этом все. В общем-то, с вами был Кочевник. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте смотреть ивенты Big Winter Tournament. Ну и, если вам нравится это видео, поставьте лайк. Не нравится, дизлайк. И оставьте комментарий, что вы обо всем этом думаете. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok